Продолжим создавать нашу игру Забаву Код DJ. Надеюсь, у тебя хорошо получилось подготовить все спрайты, нарисовать все необходимые кнопки, создать переменные и также подготовить звуки. Если ты этого еще не сделал, то лучше вернись к предыдущей части, а потом возвращайся к этой части урока. В этой части урока мы начнем писать скрипт для спрайта кота. Мы остановились на подготовке звуков, поэтому вкладка у нас открыта звуки, чтобы писать скрипт, переходим на вкладку скрипты. И вспоминаем, что у нас делает Код. Код говорит «Привет, я крутой диджей» и что-то еще. А, выбирай трек и слушай музыку. Я подсматриваю пример проекта и сейчас мы это сделаем. Итак, первое, что нам нужно сделать, это выбрать блок, когда щелкну по флажку. Далее он у нас говорит с помощью команды «Сказать привет». Далее проигрывается звук. Выбираем звук. Играть звук до конца. И первый у нас звук – это «Привет». Затем он говорит «Я крутой диджей». И снова проигрывает звук, которым он это дело произносит в слух. И, наконец, последнее. Он говорит «Опять забыла». Выбирай трек и слушай музыку. И тоже проигрывается звук с инструкцией. Ну что, давай проверим. Вот, у меня все получилось. Если вдруг у тебя нет микрофона, такая история тоже вполне возможна, то нужно сделать немножечко по-другому. Сейчас я покажу, в чем особенность. Я сейчас вот эту часть скрипта продублирую, уберу. И вот если у нас нету звука, то у нас осталось только вот так. Чудесно оторвалось. Вот так. И вот так. Смотри, что будет. Видишь, он сразу вводит «Выбирай трек и слушай музыку». Почему? Потому что команда «Сказать» срабатывает очень быстро. И если у тебя нет звука, то лучше использовать команду «Говорить». И вот сейчас, допустим, я сделаю. Можно скопировать то, что здесь написано. Комбинация клавиш «Ctrl-C», «Ctrl-V». Ну и можно тоже продублировать этот блок вот так. «Ctrl-C», «Ctrl-V», «Ctrl-C», «Ctrl-V». «Ctrl-V». Я кликаю двойным кликом, и вот так получается. И вот вместо вот этого скрипта мы уже пишем вот этот. Смотри, что получится. Вот так вот. Ну или его последнюю, в принципе, команду можно выбрать «Сказать», чтобы инструкция оставалась все время. Смотри, чем будет отличаться. Здесь он сказал в течение двух секунд, и все. И потом надпись пропала. Вот, и сейчас она осталась на сцене. Ну и эта надпись вот в этом вот интересном, в этой фигуре геометрической, называется «Балун» прямой речи. Ну, я верну вот этот скрипт, поскольку у меня звук есть. Ну, если тебе немножечко пока не повезло, нет микрофона, можешь делать вот так. Что еще там у нас было? У нас там еще было... Давай-ка посмотрим. И здесь получается, что он еще двигается все время, да? А у нас он не двигается. Чтобы он двигался, нам нужно еще один скрипт написать. Вот такой вот. И мы будем менять костюмы. У кота у нас есть два костюма. Вот если их переключать, то у нас получается такое как будто бы движение. Если тебе захочется, ты можешь еще подрисовать ему рот так, чтобы было видно, как будто бы он говорит. Ну, сначала напишем скрипт. Вот я его написала, в принципе, могу запустить. Ну, и ты видишь, как смешно он дергает лапами. Потому что нужно здесь еще поставить паузу. Ждать. Ну, и обычно 0.3, 0.3 оказывается нормально. Давай посмотрим. Вот, хорошо. Ну, и вот то, что я сказала, чтобы все-таки было видно не просто, что он как будто бы идет, а что он говорит, мы ему немножко подредактируем рот. То есть нам нужно вот эту вот его часть сделать. Допустим, здесь вот он будет открытый, а здесь немножко прикрытый. Чтобы это сделать, нам нужно сначала кота разгруппировать, для того, чтобы добраться до объекта рот. Сейчас немножко увеличим. Вот наш рот. И, возможно, ты знаешь вот этот инструмент изменения формы. И мы можем сделать его вот так немножечко. Вот он немного рот прикрыл. Ну, давай проверим, что получится. Вот, видишь, получилось, как будто бы он говорит. Давай посмотрим, что у нас еще в скрипте кота. То, что вроде бы мы пока не знаем для чего, но здесь еще задается начальное значение переменной громкость. И устанавливается стоп другие скрипты спрайта. Но пока это делать не будем. Для того, чтобы было понятнее, мы это сделаем потом, когда будем писать скрипты для других спрайтов. А пока сделай то, что мы... Вот я оставлю это последним слайдом, чтобы ты мог подсмотреть. Сделай вот этот скрипт. Вот так размещу, чтобы было видно. То есть это как альтернатива, а это вместе с проигрыванием звука. И не забудь сохранить свой проект. Я пока работаю без регистрации в аккаунте, поэтому я выберу... Но на сайте я могу скачать на свой компьютер. Если ты работаешь в оффлайн-редакторе, у тебя есть пункт меню «Сохранить». Нажимаешь просто «Сохранить» и твой проект сохранится. Я сохраню вот так. Вот мой код «Диджи». Я еще раз его выбираю. Выбираю «Сохранить» и отвечаю «Да». Все, мой проект сохранился. На следующей части мы будем писать уже скрипты для кнопок.